Пожрать, конечно, все мы любим, как бы ни заботились о своем организме. Но в мире есть продукты и блюда, глядя на которые хочется спросить. What the fuck is this? Мерзг, консистенция, блевотный запах, вкус вообще навевают ассоциации с тушеными в говне носками бомжа. Если что, я их не пробовал, просто предполагаю, что это не самый желанный деликатес. Короче, мы решили разузнать у наших зрителей, при упоминании каких блюд у них возникают подобные ассоциации. Добро пожаловать на Телл Блогнет, и сегодня мы представляем ТОП 10 ХУДШЕЙ ЕДЫ. Десятое место. Халва. Вроде бы сладости, многие ее обожают, так что я несколько удивляюсь такому варианту в нашем опросе. Но, как выяснилось некоторым, она кажется ужасно мерзкой, жирной и приторной. Кого-то от нее даже тошнит. Со мной, кстати, в детстве тоже такое приключилось, когда в один присед сожрал грамм 200 десертика. А если так посудить, то реально, какой извращенец придумал перемешать семки или орехи с сахаром? Это же так вкусные ништяки, которые можно трескать вечно. Семечки, семечки, бух, бух, подсолнухи. А еще халва, ну очень калорийна. Одну пачечку сожрешь, а там доза жира прилетает на два дня вперед. В общем, всем, кто не хочет стать жаробасиной, советую не увлекаться этой вкусняшкой. 9 место. Селедка под шубой. Я в детстве терпеть не мог всякие сложные блюда с кучей разных ингредиентов, измельченных и перемешанных до такого состояния, что хрен просышь, что ты вообще ешь. Аж страх брал, а вдруг там какой-то ненавистный тобой продукт. А мама все попробуй, да попробуй, тебе понравится. И селедка под шубой. Ну прям очень яркий образец такого блюда. Я, конечно, понимаю, в советские времена мало что можно было купить. Вот и перемешивали все, что есть в холодильнике, поливали майонезом и жри себе. Но сейчас-то зачем? Почему бы не порезать селедку кусочками? Не положить к ней на закусь картофана? К чему этот изврат со всякими свеклами? А уж для тех, кто придумал есть вареную морковь и вовсе уготован отдельный котел в аду. 8 место. Гороховая каша. Совсем ненамного она опередила селедку. Кстати, тоже крайне странное блюдо. Жижепоносного цвета, да и вкус, наверное, не особо отличается. Хотя я не знаю, понос какие бомжачьи носки пробовать не пришлось. А самое мерзкое, что после этого гороха, если у тебя слишком нежный желудок, шептуны будешь пускать дольше, чем Путину власти находятся. Зачем вообще такое есть? Хотя мне доводилось в одной забегаловке отведать гороховое суп-пюре, а там еще всякие специи были добавлены, травки, соусы и хрен знает чего еще. Но это было вкусно. Так что, может, просто нам стоит научиться готовить, а, пацаны? 7 место. Сало. Жир свиньи. Этот мерзкий вкус жира. И это противное ощущение, как он тает у тебя во рту. Просто бээээ. Тоже не люблю и не понимаю этот продукт. Хотя говорят, что все зависит от засолки, специй, подводочка шикарная и все такое прочее. Но я пробовал разное. И магазинное, и домашнее, и с кучей всяких специй. Но этот жирный привкус все равно ничего не перебьет. Я люблю только прожилки мяса, которые бывают в сале. Вот они вкусные, круче любой колбасы. И бекончик люблю, если жирка там совсем чуть-чуть. А если еще есть глазунь и на завтрак, то вообще кайф. Кстати, не знаю ни одного человека, который равнодушен к салу. Либо его ненавидят, либо считают чуть ли не зеликатесом. Отдай салу! Кому кажу салу отдай! Нет! У меня там кусочек лишился! Странно, да? А ты к какому клану относишься? 6 место. Молочный суп. Еще один плод больной фантазии советских кулинаров. Сварить макарохи в молоке, еще и сахара туда зафигачить. И это давали в садике. Они серьезно думали, что это можно есть? Да еще и с пенкой, которую не любил ни один ребенок. Как будто ее специально добавляли в каждую тарелку. Это был такой пеночный заговор против детсадовцев. Ну не может быть столько пенки просто так! Повара просто из принципа ее оттуда не убирали. Эх, кошмары моего детства. Я бы только за эту пенку включил молочный суп в наш топ. Ну реально! А вот, кстати, мама всегда вкусно готовила мне молочный суп. Она варила лапшу отдельно в воде, а уже потом заливала молоком. Не кипяченым, без пенок, макарохи, неразваренные в сопли. Получалось вполне себе вкусненько. Рекомендую! Пятое место. Брокколи. Эта странная капуста добралась до середины сегодняшнего блеотного топа. Именно брокколи показывают во всех американских фильмах, мультах, передачах, представляя ее как самую нелюбимую еду тамошних детей. Не знаю, я слишком старый. В моем детстве брокколи видели только на картинках. Но после того, как я вырос и испробовал с ее удовольствием, соглашусь, что вкус у нее весьма странный и на любителя. В принципе, есть можно, но цветная капуста мне больше нравится. А еще я видел, как мои друзья кормили своего ребенка пюре из брокколи. Бедный малой, надо было сфоткать его лицо. Полное отчаяние, ненависти и презрения. Неужели этот продукт настолько полезный, что стоит страданий бедных детишек? Мы же как-то выросли на мамином борще и вроде нормальные. Или тебя тоже брокколями пичкали? Четвертое место. Оливки и маслины. Четверка лидеров прям сильно вырвалась вперед по сравнению с предыдущими антигероями. И открывают череду самых-самых противных продуктов оливки и маслины. Был даже анекдот, что человек становится взрослым тогда, когда начинает любить оливки. Удивительно, но это реально так. Дети их терпеть не могут, все поголовно. А вот многие взрослые обожают. Я где-то на промежуточной стадии нахожусь. Просто равнодушен к этим фигнюшкам. С вами Тамгар Игроглас. Мне 32 года. И вот 32 года это тот возраст, когда я начал есть оливки и маслины. Есть на столе, поем. Нет? Ну и хорошо. А ты? Но если знают, что дети терпеть не могут оливки с маслинами, зачем их кладут в обожаемую всеми пиццу? Или во многие салаты? Можно ж подать отдельно, пусть старперы сами их хомящат, а детям аппетит не портят этими кисло-солеными кругляшками. Третье место. Холодец. Отвратительная желейная дрожащая субстанция, которая навевает ассоциации с чем угодно, но только не с вкусной едой. До взрослого возраста я холодец не ел из принципа, но не мог заставить себя даже маленький кусочек откусить. Крайне противно выглядит сама эта штука. А вот когда попробовал, то оказалось вполне себе вкусно. Особенно если щедро палить сверху хреном или горчичкой в перемешку с уксусом. Но это еще смотря какой холодец. Я люблю, где много мяса, особенно говяжьего, и в меру этого желе. А то иногда готовят ту подрожащую массу, где мясо кот наплакал. И с кусками вареной моркови. Как будто это спасает ситуацию. А ты же помнишь про отдельный котел в аду? Ах да, еще никогда не интересуйся, благодаря чему застывает мясной бульон. Иначе желание даже смотреть на холодец просто исчезнет. Второе место. Вареный лук. Не самостоятельное блюдо, но это тошнотворная гадость, способная испортить любой кулинарный шедевр. Кушаешь суп, и тут чувствуешь на языке это. Это самое слизкое, как будто какой-то слизняк, который умер пару месяцев назад. И в лучшем случае ты просто выплевываешь мерзость обратно в тарелку, и больше есть уже не можешь. А в худшем понимаешь, что все же его проглотил, и бежишь в туалет. Видел лайфхак, можно сварить в бульоне целую луковицу, а потом вынуть ее. И в супе лука не будет, зато будет луковый вкус. Но стоп, кто знает, что это за луковый вкус? Я, точнее моя жена, специально проводила эксперимент. Варила суп с луком и без него. А я, как настоящий эксперт, даже не почувствовал никакой разницы, в чем подвох. Может, эта обезвкусная дрянь вообще не нужна? Ну и первое место. Печень. И с огромным отрывом, более чем в 2000 голосов и почти 10%, в сегодняшнем топе лидирует она. Печенка. От одного ее запаха при готовке уже кружится голова. Я вообще не особо понимаю все эти субпродукты. Мясо это мясо. Нахрена жрать всякие желудки, языки, мозги? И особые извращенцы даже вымя и яички готовят. И даже говорят, что вкусно. Но у меня нет желания пробовать. Однако все эти продукты противны только потому, что ты понимаешь, из чего они сделаны. А с печенью другая история. У нее именно свой, неповторимый, противный привкус, который даже описать тяжело. И если многие блюда, которые в детстве казались мерзкими, сейчас мы едим с удовольствием, то все, кто раньше ненавидел печень, по-прежнему плюются от одного упоминания о ней. И я в том числе. Моя мама и оладьи печеночные делала, и в сметанке тушила, и как только не старалась. Но я после первого же кусочка отодвигал эту баланду в сторонку и брал нормальную еду. В такие минуты даже нелюбимый всеми детьми суп покажется нормальной едой. Так что прекрасно понимаю, почему сегодня выиграла именно печенка. И солидарен с подписчиками нашего паблика ВК, которые определили результаты нашего топа. А какие блюда и продукты из тех, что мы назвали, ты бы включил в свой личный топ худшей еды? Может тебе доводилось пробовать какую-то экзотическую дрянь? Делись в комментариях самыми мерзкими кулинарными находками. Если тебе понравился наш ролик, то влепи ему лайк и подпишись на канал, чтобы не пропустить самые крутые топы ютуба. Но и в наш паблик ВК не забывай заглядывать. Там мы регулярно постим новые темы для обсуждения и орем над самыми угарными мемасами.